Добрый вечер! Удары стихии, обрушившиеся на Одесскую область с 12 по 14 сентября. О причинах и последствиях катастрофы в материалах наших корреспондентов. 17 человек остались без крова в результате наводнения в поселке Березино Тарутинского района. Начиная со второй половины дня прошли сильные ливневые дожди. Мост не смог пропустить то нужное количество воды. В результате весь поток большой воды направился на поселок. То бишь все дренажные коллекторы, которые есть, они не сработали, не сработало ничего. Упали все стены, вон упала, полмала мебель, диваны, ну я не знаю. Мы остались, короче, вот так, как я одетая, вот так. Может государство нам поможет чем-то, ну где-то надо жить. Мне, у меня трое детей, маленький дитё с температурой лежит там у людей. Я не знаю, что делать. Около 40 домов были разрушены, 7 улиц остались без света. Водопровод вышел из строя, а колодцы затопило. Теперь поселку грозит новая проблема – угроза кишечных инфекций. О том, что люди лишились своего урожая, а накануне холодов остались без скота и домашней птицы, уже никто и не вспоминает. Местные чиновники успокаивают до конца года, дадут людям жильё, а пока лихорадочно начинают ремонтировать военное общежитие, чтобы поселить туда всех потерпевших. Каждый житель готовит список полностью своего имущества, что у него повреждено. Единственная надежда только на то, что что-то будет компенсироваться. Напомним, из-за сильных ливней 12 сентября оказались затопленными более 400 жилых домов Тарутинского, Арцисского, Болградского и Саратского районов. На сегодняшний день продолжаются работы по отводу воды. Организована доставка продуктов питания и медикаментов. Всего ущерб нанесённой непогоды оценивается в 170 миллионов гривен. Ольга Дунская, Новая Одесса. И далее к другим темам. Продавцов, которые отпускают алкоголь детям, пока не лишают лицензии. Милиции зафиксировали более 40 случаев продажи несовершеннолетним сигарет и алкоголя. Реализаторам, которые продают запрещенную продукцию детям, грозит штраф в размере от 200 гривен. Некоторые могут лишиться лицензии на продажу алкогольной и табачной продукции. Однако пока профильный департамент Миндоходов, который занимается выдачей таких документов, эти случаи не рассматривает в связи с реорганизацией. В результате с начала года права на продажу алкоголя и сигарет лишились всего несколько продавцов. Обязательно мы направляем представление о принятии решения, возможно, лишить лицензии на право реализовывать именно такую группу товаров. Они с пятого месяца не рассматривают именно вот эти представления. Но по итогам до пятого месяца по нашим протоколам 7 лицензий было аннулировано. По выявленным фактам по 156-м частям вторым. Теперь есть кому задать вопрос относительно пожарной и техногенной безопасности. В Одессе торжественно открыт консультационный центр службы по чрезвычайным ситуациям. Тему продолжит Дарья Сидоровская. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо большое. Центр предоставляет информационно-консультационную помощь по телефону, через интернет и на приемах. Не все отнюдь умеют пользоваться компьютером, не все умеют пользоваться интернетом. Это даже нормально по телефону воспринять ту или иную сложную информацию, сложности получения, как получить разрешительную документацию, как написать жалобу, как обратиться в ту или иную структуру. При входе в центр будут стоять урны, в которых люди могут оставить анонимные обращения. Обещают, что в центре станут работать сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеры Красного Креста. Последние будут оказывать психологическую помощь. Сегодня действительно созданы те условия, что можно получить, наверное, любую консультацию здесь, получить ответ на тот вопрос, чтобы не было или как меньше было чрезвычайных ситуаций. Или те же методы, способы, как их ликвидировать, как уйти от них. Консультационный центр работает в здании Одесского городского управления службы по чрезвычайным ситуациям, который располагается на Бунина, 41. Подобные центры открываются во всех областях Украины. Дарья Сидоровская, Алексей Кулигин, Новая Одесса. И далее новости спортивной жизни. Одесский боксер завоевал титул чемпиона мира по боксу среди юниоров в весовой категории до 70 кг. Так, выпускнику Нархозы Рамилю Гаджиеву в полуфинале молодежного первенства планеты, которое проходит сейчас в Киеве, удалось одолеть азербайджанца Гусейна Тарвердилия в финале Казаха Кадырбека Ксадыбека. Финальный бой Гаджиевы выиграл со счетом 30-26. Стоит отметить, что призера и победителя награждал сам олимпийский чемпион и чемпион мира 2011 года Александр Усик. И пока у нас все. Начало бабьего лета в Украине обещают через неделю. Пока же продержится сырая и по-настоящему осенняя погода. Далее выпуски о мировых событиях дня и прогноз синоптиков. Я прощаюсь с вами до 19 часов и желаю удачного окончания рабочего дня. До встречи. В одном из шиитских районов Багдада неизвестными был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта по меньшей мере 5 человек погибли. Около 20 получили ранения. Примерно в то же время еще одно взрывное устройство было приведено в действие в уличном кафе. Погибло 2 человека и ранено 10. Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападение, которое в полиции назвали скоординированными. Только в августе от рук террористов в Ираке погибло 800 мирных жителей. Столкновения с полицией прошли в обычно спокойном Бахрейне. Десятки демонстрантов бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских в пригороде Манамы. Беспорядки начались после траурного митинга по погибшему активисту. Для разгона участников антиправительственной акции полиция применила следоточивый газ. Оппозиция Бахрейна жалуется на дискриминацию в отношении большинства шиитов в таких областях, как сфера услуг. И требует от конституционной монархии парламента, избранного демократическим путем. На судоремонтном заводе в поселке Большой Камень Приморского края России произошло задымление на подводной лодке. По предварительным данным, задымление возникло во время выполнения сварочных работ между прочным и легким корпусами на подлодке К-132. Из-за расстояния между корпусами образовалось много дыма, поэтому очевидцы ошибочно могли посчитать, что произошел пожар. Жертв нет, сообщают российские СМИ. Почти 70 человек получили ранения различной тяжести в центральных и юго-западных районах японского острова Ханьсю, на который обрушился мощный тайфун Мань-И. В результате схода оползня погибла пожилая женщина. Более 400 тысяч человек получили указания властей о срочной эвакуации, поскольку сопровождающие тайфун ливни, самые сильные за последние десятилетия, вызвали наводнение и горные оползни. Скорость порыва ветра в центральной части тайфуна достигает местами 55 метров в секунду. Нынешний тайфун уже 18-й в этом году в районе Тихого океана. Проливные дожди, принесенные в Мексику ураганом Ингрид и тропическим штормом Мануэль, привели к гибели 25 человек. Спасательные службы пытаются установить связь с отрезанными от большой земли населенными пунктами, где по неподтвержденным данным также могут быть человеческие жертвы. Власти эвакуировали из опасных районов более 8 тысяч человек и призывают жителей пользоваться временными убежищами в безопасных местах. Всего за три дня в Мексике выпала двухмесячная норма осадков. На парламентских выборах в Баварии победу одержал Христианско-социальный союз. Партия заручилась поддержкой 49% избирателей. Таким образом, соратники канцлера Ангелы Меркель получат около 100 мест при абсолютном большинстве в 91. Ровно через неделю в Германии пройдут выборы Бундестаг, по результатам которых, согласно прогнозам, Ангела Меркель может в третий раз подряд занять пост федерального канцлера на четырехлетний срок. В России в Тверской области в понедельник продолжались поиски московского вертолета «Агуста-119», пропавшего еще 14 сентября. По словам спасателей, воздушную разведку вели 11 вертолетов МЧС России. Легкомоторный восьмиместный вертолет «Агуста-119», принадлежащий частному лицу, в назначенное времени вышел на связь. В ГУМЧС России по Тверской области работает межведомственный оперативный штаб. Итальянские специалисты приступили к уникальной операции по постановке на ровный киль затонувшего острове Джирио круизного лайнера «Коста-Конкордия». Стоимость операции составляет 600 миллионов евро. Это крупнейшая подобная операция в мире, участие в которой принимают 500 человек. По словам экспертов, основная задача – избежать разлома корпуса. Если судно перевернется, возникнет угроза для окружающей среды. Если подъем пройдет успешно, лайнер отбуксирует в один из ближайших портов. Однако, по заявлениям специалистов, начать двигать судно можно будет не раньше весны будущего года. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Как сообщают синоптики, во вторник, 17 сентября, в Одессе в течение дня будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Температура воздуха ночью 15-16. Днем 17-20 градусов со знаком «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія «Теком». Впевненість у квадраті. Страхова компанія «Теком».